Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на Леопарде ПТА. То есть это Леопард 9 уровня. Танк, конечно, очень требовательный к скиллу, поэтому особенно интересно будет посмотреть, на что он способен в удачных боях. И, друзья, давайте поговорим о том, что стоит сделать до окончания боевого пропуска 11 сезона. При этом речь идет как о европейском сервере, так и о ру-сервере. Соответственно, на ру-сервере еще, кстати, проходит марафон на танк 56ТП. До 21 августа у вас еще есть шанс получить данный танк, хотя, конечно, там 50 этапов, и сделать это не так-то и просто будет. Кроме того, если у вас есть жетоны, вы можете... Ну, два варианта у вас. Можете сейчас их потратить, а можете их до декабря, соответственно, оставить и подождать, когда там выйдут, может быть, еще какие-то танки. Можно сейчас их потратить. Но в 2024 году уже стартует совершенно другой боевой пропуск, и жетоны сгорят. То есть до 2024 года нужно их потратить. Кроме того, один раз за сезон можно купить трофейное оборудование. Трофейное оборудование, оно имеет, конечно, свой недостаток в плане того, что его нужно за 3 миллиона апгрейдить, иначе оно просто как обычное оборудование, то есть довольно затратно получается. Но я считаю, что все-таки это имеет хорошую ценность, поэтому все-таки трофейное оборудование я бы купил бы. Кроме того, там продаются наборы с бонами. Также очень хорошая покупка, мне кажется, будет, потому что, во-первых, за боны можно много уже товаров купить, и ассортимент, в принципе, со временем растет. Да, что-то даже за боны убирает, но, тем не менее, боны хорошая валюта, которую стоит брать в любом случае. Кроме того, если вы хотите собрать всю коллекцию, то стоит это делать, потому что в таком случае вы получите еще плюс 3 дополнительных жетона. И, друзья, если у вас есть очки, также боевого пропуска, их нужно потратить как можно быстрее, потому что в дальнейшем они вообще просто исчезают. И бонус-коды, друзья, на европейском сервере их выкладывают. Это бонус-код на декали, глобальная карта. Конечно, на ру-сервере данный бонус-код работать не будет, даже не пробуете. Но если играете на Европе, или если у вас есть 2 аккаунта, в принципе, не запрещено иметь 2 аккаунта на разных серверах, соответственно, можно этими бонус-кодами пользоваться. Кстати, довольно хорошая идея, если вы любите халявы, иметь сразу 2 аккаунта и забирать самые халявные какие-то акции на 2 разных серверах. Тем самым у вас будут как бы развиты аккаунты и вы сможете контент потреблять, так скажем, побольше. Потому что отличия все-таки есть в серверах, ну, хоть и небольшие. Кроме того, друзья, вы можете написать комментарий. После просмотра видео, пожалуйста, пишите комментарий. Не забудьте указать свой игровой ник, тем самым вы будете участвовать в розыгрыше ZOL. Также приглашаю вас на свой Яндекс.Зен, где тоже дополнительные розыгрыши. И также можно смотреть мои видео. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Вудхаб. Попробуем выиграть что-нибудь ценное. Желательно, например, танк. Так, выбрал я кейсы с СТ-шками. Надеюсь, нормальные варианты сегодня будут падать. Так, как вы можете видеть, количество золота пока что не очень-то и впечатляет, но вот такое может быть. Вот сейчас уже премтанк падает, но они высокоуровневые. Тем не менее, это уже хорошо, что какой-то премтанк падает. Может быть, еще что-то интересное выпадет. Так, вы видите, что не всегда прям сыпется, как из рога, изобилие. Бывает и такое. Так, еще один премтанк. Такой же, который уже падал. Так, ну и все на этом. Ну, в принципе, два премтанка, хоть и не очень крутых, но тем не менее. Если хотите тоже поиграть на сайте, вот вам специальный промокод. Активируйте его и получайте дополнительный. В консолях будет два новых танка. Первый из них АТ-60. Чем-то этот танк девятого уровня похож на Концепт 1Б. Второй танк это Проджект Мурат. Я не знаю, как это читать правильно. Если Мурат, то это смешно, конечно, звучит. Соответственно, СТ-10 уровня. Танк, кстати, имеет 4 гусеницы очень необычный. И второй танк АМХ-50 Фош 155-й именно Франции. Но это, в принципе, тот танк, который всем известен. Только там он в консолях еще дублируется. Соответственно, да, вы скажете, а нахера мне знать вообще эту информацию про консоли? Я же все-таки в большие танки играю. Но просто эти танки, которые на консолях, они могут выйти и на компьютерные версии. Очень вероятно, в принципе, что они так и выйдут, потому что, да, какие-то странные танки могут выйти сначала на консолях, а тестируют их, там, может быть, какие-то механики в них будут. И, соответственно, потом добавят их уже в компьютерную версию. Может быть, там, конечно, какие-то изменения будут. Зачем это делается? Да, понятное дело, для тестов, чтобы определить вообще, будет ли интересен танк игрокам, и также протестировать какие-то новые фишки. На самом деле, довольно любопытно, то, что в последнее время в консолях много всяких изменений появляется, там и огнеметные танки свои тоже появились, поэтому есть некоторый такой шанс того, что какие-то спорные механики Wargaming теперь будет тестировать именно в консолях. То есть, то, что тестировать на основном своем аккаунте у них не получается, им там, не знаю, по каким причинам не хотят, либо пугать там, либо просто не хотят палить контору, но мы-то все знаем. И давайте смотреть также другую информацию. Конечно, тут есть что обсудить, именно тип 59 на европейском сервере начал продаваться. Да, сейчас понятное дело, что тип 59 не является танком номер один по желанию игроков купить его. Когда-то, конечно, тип 59 очень ценился игроками, но сейчас только некоторые олды, соответственно, ценят данный танк. Но то, что он уже продается, это говорит нам о том, что Wargaming со временем, учитывая разделение серверов, будет внедрять в игру какие-то старые, но такие вот популярные танки, может быть Е25 в продажу тоже вернут, может быть еще что-то. Единственное, конечно, меня всегда беспокоят цены. Если вот ру-игрок заходит соответственно на европейский сервер, то, как правило, цены там кусаются, и к таким ценам большая часть людей просто не привыкли. Например, тут, если в Тенге смотреть, 15 тысяч Тенге это там больше 3000 рублей, если переводить, ну, довольно-таки много за танк. Также вот такое мнение некоторых игроков, я не могу сказать, что это так, потому что сам не играл на этом танке, но некоторые утверждают, что новый премтанк XOR 10-10 FB полный отстой получился. То есть это новый премтанк ветки Великобритании, соответственно некоторые игроки совершенно недовольны покупкой, говорят, что хлам хлам, а не танк, и нахрен он вообще сдался, как и в целом вся ветка. То есть говорится о том, что вся ветка такая будет ущербная. Так, это я не могу утверждать, но по статистике посмотрим там в дальнейшем. Это всего лишь мнение некоторых игроков. Соответственно, может быть действительно есть предпосылки, что ветка не очень выйдет. СТ-2 это у нас советский танк с двумя орудиями 10 уровня, который апнут. На европейском сервере, по крайней мере, его апать будут. Веста заявила о том, что этот танк апать не будет почему-то, но по их мнению по статистике он на ру сервере нормально себя чувствует, хотя объективно СТ-2 танк очень сильно на любителя и механика не всегда заходит, неудобный, немножечко, да и в целом как бы сами понимаете, что мне кажется, что на обоих серверах нужны апать этот танк. Следующий танк это альфа-тапок, так его называли обычно, потому что тут АВК 45-0-2 П ауф-а, то есть вот от этого слова альфа-тапок, ну и выглядит он как какой-то странный непонятный тапок, только немножечко другой. И танк серьезно апается, тут много характеристик апается, и время сведения, и скоростреленность, и разброс на 100 метров меньше становится, то есть тоже апается. ДПМ 2250 и как бы не стало так, что какой-нибудь совершенно нишевый танк, непонятный, на котором уже миллионы лет никто не играет, превращается в имбу. Да, такое может быть в принципе, переапать могут вполне даже. АМХ АС МЛЕ 46 это у нас Франция по Т7 уровня, тоже очень нишевая по ТСАУ, которую игроки обычно покупают для прокачки этой ветки, и тут конечно ап тоже в принципе неплохой, и время сведения было 2.59 стало 2.21 и бронирование корпуса кстати было 120 стало 140 миллиметров, разброс от движения, то есть тоже апается неплохо, стабилизация, и в целом может быть даже танк заиграет новыми красками. Блэк Принц апается, а также всякие разнообразные версии Черчилля. То есть что делают разработчики, да в принципе ничего особо иного, то есть берутся танки, на которых никто не играет практически, но только некоторые игроки для прокачки ветки, ну или какие-то некоторые редкие ценители, и соответственно эти танки апаются, например, Блэк Принц тут максималку подняли, было 20, стало 25, максимальная скорость назад было 12, стало 14, то есть в принципе танки эти решают разработчики улучшить по характеристикам в связи с тем, что просто никто особо ими не интересуется, только если для прокачки ветки. Правильно ли это? Да, я думаю, наверное, и правильно. А спасибо, друзья, что досмотрели до конца и желаю вам всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!